Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. 69-я сессия Десногорского городского совета. Утверждение данного проекта решения необходимо для приведения в соответствии с действующим законодательством нормативно-проводной базы. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались к выполнению работ. Акция памяти жертв Беслана в Десногорской школе. 1 сентября школа стала адом. Заложниками оказались дети и взрослые, 1116 человек. Теплоснабжение населения Смоленской области находится в фокусе постоянного внимания администрации. Об этом сообщил губернатор области. Алексей Островский на рабочем совещании обсудил готовность объектов теплоснабжения к предстоящей зиме. Задачей ставится подготовка 658 котельных, 355 центральных тепловых пунктов и более 1000 км тепловых сетей к нормальной эксплуатации. На данный момент все работы ведутся в соответствии с графиком капитального ремонта. Какие-либо серьезные отклонения не допускаются. При этом работы на теплосетях, которые проведены за последние годы, уже приносят свои плоды. Так число отключений из-за аварий на тепломагистралях значительно сократилось, как и время устранения нештатных ситуаций. 3 сентября состоялась очередная 69-я сессия Десногорского городского совета. Какие вопросы были на повестке дня, смотрите в сюжете. На повестке дня очередной сессии Десногорского городского совета значились два вопроса. Один из них – условия осуществления государственного надзорного контроля за деятельностью предпринимателей. Перечень условий и порядок их выполнения утверждается представительным органом муниципального образования. Утверждение данного проекта решения необходимо для приведения в соответствии с действующим законодательством нормативно-проводной базы по осуществлению муниципального контроля органов муниципального образования Десногорского района. Предлагаемый проект изменений депутатами был утвержден. Кроме этого, в Десногорский городской совет были представлены кандидатуры для размещения на городскую доску подчета. Комиссия проект награждения рассмотрела и утвердила. И его публикация ожидается в газете Десна. В то же время 69-я сессия Десногорского городского совета – последнее заседание нынешнего четвертого созыва. После выборов 8 сентября состав депутатов изменится. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Политика в сфере агропромышленного комплекса на Смоленщине приносит свои результаты. Аграрии в этом году планируют собрать рекордный урожай зерновых. На заседании Комиссии по инвестиционной политике отмечено, что зерновое поле в этом году увеличено до 130 тысяч гектаров. Это на 19 тысяч больше уровня прошлого года. В настоящее время убранная площадь зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур составляет 85 тысяч гектаров. А зерна намолочено свыше 250 тысяч тонн. Сбор зерна в 2018 году был рекордным за последние 20 лет. Показатели этого года будут еще более значительными. Кредит в банках России становится получить сложнее. Финансисты отмечают сокращение доли так называемых идеальных заемщиков. Тех, кто может получить суду, практически гарантированно. Доля таких людей в России составляет немногим более 10%. Годом ранее показатель был на уровне 15%. Одна из причин ужесточения требований к заемщику – рост закредитованности населения. Гражданам становится все тяжелее выполнять свои финансовые обязательства перед банком. При этом группе категорических отказников относит 8,5% россиян. Это те, у кого плохая кредитная история, имеются незакрытые долги или низкая зарплата на нынешнем месте работы. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказала заместитель начальника по делам ГОЧС по Десногорску Наталья Чувашова. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались к выполнению работ по указанию помощи скорой 7 раз, по вскрытию дверей 2 раза. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу ЕДДС-112 поступило 643 сообщения, из них 236 ложные. Поступили и отработаны 12 просьб от населения. 3 сентября. Дата штурма школы в Беслане объявлен днем солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день традиционно во многих городах России зажигают свечи, чтобы почтить память жертв террористического акта. К памятной акции присоединилась 4-я школа Десногорска. 1 сентября 2004 года произошла трагедия. Теракт на торжественной линейке по поводу Дня знаний и открытия учебного года в школе номер 1 города Беслан. Трагедия, которой нет давности и нет оправданий. Террористический акт в Беслане 15 лет назад унес жизни 333 человек, из них 186 детей. Из года в год вся Россия скорбит по невинным людям, жертвам нечеловеческой жестокости. 1 сентября школа стала адом. Заложниками оказались дети и взрослые, 1116 человек. Стояла измурительная жара. Весь день в душном спортзале дети сидели голодными, просили пить. 11-й А-класс 4-й Десногорской школы провел свою акцию в память о жертвах той трагедии. Ребята напомнили об истинных ценностях в жизни каждого, о семье, родных и близких. И о том, как все это может исчезнуть в один миг перед страшным лицом терроризма. Мы должны, взрослые, учить их ценить свою жизнь, жизнь других детей или людей. Потому что без этого нельзя жить на земле. Начало нового учебного года – это не только волнительная пора новых забот и впечатлений. Еще это время скорби, частица которой должна быть в сердце каждого. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Минздрав рассчитывает в нынешнем сезоне вакцинировать от гриппа более 45% населения России. Из них не менее 17 миллионов детей. Это позволит сохранить интенсивность эпидемий на низком уровне. В Смоленский регион поступили отечественные вакцины против гриппа «Флюэм» для взрослого населения, а также «Сови-грипп» для иммунизации детей и беременных женщин. На сегодняшний день вакцины есть во всех государственных поликлиниках Смоленска – и взрослых, и детских. Сделать прививку может любой желающий. На Смоленщине от гриппа планируют привить граждан больше, чем в прошлом году – 46% населения области. Это 437 тысяч человек. В том числе 76 тысяч детей. Врачи напоминают, что иммунитет к гриппу после вакцины развивается не сразу, а в течение нескольких недель. Поэтому затягивать с визитом к врачу не рекомендуется. И коротко о погоде. 6 сентября в Десногорске солнечно, температура днем плюс 20, ночью плюс 14. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч!